По-моему, был такой набор трусов, назывался «Неделька», да? Да, да. И вот посмотри, обрати внимание, по принципу такой «Недельки» Дегтярев решил организовать охрану своей персоной. Ему понадобилось не сколько-нибудь, а семь охранников. Он собирается... Ну как, это же логично. Семь стариков и одна девушка. Семь раз отмеряй, одна девушка. Только не надо сюда, пожалуйста, великолепную семерку. И великолепность семь самураев. Нет, вот давай обойдемся, по крайней мере, без кощунства. Хотя бы в этом вопросе. Самура – это святое. Нет, я думаю, что скорее великолепная семерка. И вот понятно, что вот этот принцип попользовался охранником, его помыли, постирали, и на следующую неделю он снова уже будет готов к работе. Но вообще Дегтярева, это ошибка вышла с Дегтяревым. Его надо было отправлять не в Хабаровск. Его надо было отправлять руководителем в город Новозыпков. Знаешь, почему? Да. Почему же? Потому что у Новозыпкова в гербе наличествует веник. Причем не какой-нибудь... Ну, конечно, баня, веник. Сейчас вот эти бедняги, кандидаты в Дегтяревскую недельку, они проходят кастинг. Как только они произносят слово «баня» с тревогой, надо отдать им должное, с тревогой произносят слово «баня», их отсеивают. Беднягу, конечно, довели то, что называется народной любовью. И вот эта охрана, причем очень дорогая охрана, как я понимаю, для казны бедного края, она обойдется в сумасшедшие деньги. Ну, вот мне просто в руки попала характеристика, которую переправили тамошние ответственные товарищи, хабаровские. На него переправили в Москву. Ну, что, пишут, мелкий самодур, очень обидчивый, очень истеричный. Навыками управления не владеет. Ну, мы не предполагали ничего другого. Административно-хозяйственных знаний ноль. Ориентация... Ну, ладно, этот пункт пропустим. Понятно, что нашалил Кремль. Понятно, что Жирик так орал, он же орал не только в Думе. Он приезжал орать и в Кремль. Он орал везде. И он орал так, что от него решили вот просто, чтобы он замолчал назначить любого. Происхождение назначения очень простое. А почему орал Жирик? Совершенно не из-за фургала. Ему наплевать на фургала. Просто эта посадка резко обрушивала акции ЛДПР. Понимаешь, да? То есть это чисто финансовый вопрос? Конечно, конечно. Конечно, потому что вот все-таки неприкосновенность, она продается вместе с мандатом. И что же это за неприкосновенность, которая так выглядит убого и так жалко? Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!